Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу найти себе клан, потому что без клана дальше играть это просто нереально. Потому что клан это альянс, клан это самое главное. Это ваш буст, это общение. Но так как на Леоне 2 очень сложно найти клан, из-за того, что тут как бы сервер захвачен. Есть там группа людей, даже несколько групп людей, которые терроризируют сервер, такие мракобесы, которые не дают жизни. Да, такого как я не возьмут клан, то что я нуб, без рейтинга. Если вот так нажать на человека, можно нажать поиск. Видимо он 56 позиции. Такие люди для клана, конечно же, нужны. О, все, да, бвейдер, поиск. Его нет в рейтинге. Рейтинг начинается с 1000. Этот сервер как бы захвачен, это домашний сервер. Тут все бегают на чили, чисто такие. На расслабончике. То мне очень тяжело найти клан. Я новенький. Думаю это не повлияет на... Блин. Как же сложно найти клан. Да ты твин. И вот это вылезло, да ты твин. Ха-ха-ха-ха-ха. Короче. Сложно найти клан. Так, перед тем как продолжим. Я стал арбой. Мне в бонусах вот выпала вот такая карта. Кстати совет очень офигенный. Вот вы хотите стать там гладом, луком, кем угодно. Если вам выпадает карта арба, ну вы знаете, что тут нет классов. Вы можете выбрать любой класс, какой хотите. Моментально. Как орб и маг зависят от интеллекта и мудрости. То как бы с мага стать арбой очень легко. Просто купить скиллы и изучить скиллы все. Которые есть. Но я буду играть магом, но пока месть я хочу играть арбой. Потому что тут у мага тратятся банки хп. У арбы не тратятся банки хп плюс. Это карта синяя. Мне конечно пробуды тут на эффективность лечения. Хотелось бы. Если уж таки играть арбой. Я сегодня расскажу про скиллы арбам. Если брать арба, вот синюю карту, то топовая карта вот 35%. Будете играть за арбу, вам на 40 уровне дадут вот такую карту. Видим скорость магии 30%. У топовой карты на 5% больше. Мойна, Эрина, Галинд, Тобальд. Вот это я Тобальда бы хотел на арба своего. Крутой гном. И дальше идут предтоповые карты 45%. Эти все идут 50% предтоповые. С такими же пробудами, как у топовых. Топовые отличаются. Возможно будет немножко больше навыки. Возможно число навыков больше будет. Отличаются от предтоповых. Как для ПВП, так и для ПВЕ. Для ПВЕ замедляет всех пораженных противников. Правосудие. Классный скилл. Масуха на 5 врагов. Дальше вспышка ауры. Синий скилл. Снижает расход МП. Фокусировка святости. Увеличивает урон по хаотическим персонажам. И дополнительно увеличивает эффекты лечения. Очень круто. Вот эта карта, она очень крутая. Для фарма. Ирина для ПВП. Кадия для ПВЕ. Мы можем видеть по пробужденным скиллам. Вот тут пробуда на мистический щит. Накладывает эффект на окружающих членов группы. Очень круто. Мистический щит. Он снижает на 50% получаемый урон. Если он изучен, конечно, этот мистический щит. Если у вас не будет пробуды, вам придется этот мистический щит. Это баф на себя. Ну и вы можете кинуть этот баф на союзника. Мойна и Ирина дают возможность одновременно на всех членов группы кинуть. Включая себя. Плюс пробуды на увеличение группового хп. Восстановление. Уменьшение времени перезарядки умений. Дополнительно увеличивает эффективность лечения. Но этот персонаж может использовать одновременно два оружия. Это как орб и посох. Очень круто. То есть он может взять. Вот вы можете орб и посох. И вы можете брать, если у вас изучены скиллы мага, и пользоваться умениями мага. Но у вас не будет пробужденных скиллов мага. Оранжевым цветом подсвечивается основной класс. А саб класс подсвечивается просто белым. Также у Мойны. Ну на Мойне можно взять дуалы в руки. Прокастовать скиллы БД. Там крит атака, урон. Там что БД. У БД какие есть скиллы. И переключиться на орба. Вы будете под этими бафами. Пока они не закончатся. То можно таким образом вручную качаться. И получать от этого профит. Там на каких-то вот топовых локах. Где бегают постоянно вары. Вот Мойна. Будет вообще топчик. Плюс если вы забущенный орб с крестом. Прежде чем на вас напасть. Подумают. В два раза. Нападать ли на вас вообще. Так вот. Мне попался. Вот почему я хочу за орба поиграть. Вы начали. Играть БД. Вы начали играть луком. Вы начали играть танком. Вы начали там кем угодно играть. Но если вам попадается карта орба. И плюс скоростью мах атаки. Это топовая карта. По скорости. Я замеры делал. Видите на экране. Мах без масухи. Как бы. Если судить по одиночным тычкам. И скиллам. То сильно не отличается от орба. На начальных уровнях. Но плюс. У орба есть хил. Давайте о скиллах. О зелененьких скиллах. Видим. Выпускает волну энергии. Позволяющую. Нанести противнику большой урон. Всего 2 мп. 5 секунд. Крутой скилл. Такой же скилл как у мага. Время действия 10 минут. Похожий на скилл мага. Тоже скорость. Плюс 25. Скорость магии. Плюс 25. Баф на себя. Вот. Дикая магия. Урон от оружия. Плюс 2. Исцеление. Это. Если на вас повесили отраву. Какой-то дебаф. Вы на себя юзаете исцеление. И этот дебаф снимает. Лечение лечит вас. Вы тут выставляете авто. Выставляете кулдаун. Там к примеру. 10 секунд. Ну насколько вам мп позволяет. Вот я такой орб выбил. Пока мне не везет. С блес точкой. Я его заточил на 5. Жду блес точку. Хочу на 7. Что подошел. Если повезет. Похож на посох жизни. То что при заточке. Он дает дополнительно восстановление мп. Очень круто. Если мы посмотрим на оружие. Как бы сказать. Мы увидим. К примеру. 3 вида орбов. Так же самое. И посохи. И конфигурация. Примерно. Вот. Есть. Типа. С повышенным уроном. Орб. При модификации. Дополнительно. Период восстановления мп. И орб фаунов. Тут урона нет. Есть колоссальный буст по точности. Если у этого орба вообще нет буста по точности. То орб фаунов. Хоть тут урон плюс 3. Он дает колоссальный буст по точности. И вы можете. К примеру. Стоять в тех локах. Где вы не попадали. И нормально стоять в этих локах. Плюс 9 точности. Плюс он точится на 6. Еще плюс 6 точности. Накиньте. Видим тоже восстановление мп. Период 4. Получается топовый зеленый орб. Орб природы. Крутой орб. Я хочу его. Слушайте. На 5 урона больше. Плюс он еще не точный. Видим что будет точности. Тоже на 3 больше. Но он будет немножко проигрывать по восстановлению мп. На целых 3. Если у меня блеска зайдет. На целых 3 периода. Ну блин. Слушайте. 3 мп. Как бы ради 5 урона. И 3 точности. Как бы. Очень круто. Остановились на лечении. Это лечение. Хил. Можно хилить себя. Или кого-то. Заменяет магическую силу. Жизненной энергии. Восстанавливает хп цели. Очень крутой скилл. Из-за этого орбы. Очень крутые. Если мы изучим. Вот правосудие. Видим что до 5 врагов. 5 секунд кд. 20 мп. Но это очень крутой скилл. Возьмем скилл. Мага удар пламени. Он бьет по площади. И. Кто попадает в площадь удара. То. Получается. Наносит. Ну. Наносит он урон. А. Джаджмент. Правосудие. В отличии от удара пламени. Он. Молнией. Проходит сквозь. 5 врагов. Орб. Только себя раскроет. Джаджментом. Вот. Видимо. Такая вспышка ауры. Это уже синий скилл. Который. Вот этот скилл. Надо орбу. Учить. В первую очередь. Каждые 0.5 секунд. Выстреливает. Требует 8 мп. Очень крутой скилл. Если хотите играть за орба. То. Ну. Копите денежку. На вспышку ауры. Если вы вступите в клан. Вам повезет. Вас там друг будет. Возьмут вас в клан. Копите ордена славы. Никуда не тратьте. Там вы приобретете. За полтора. Миллиона хоноров. Вот такой скилл. Божественная вспышка. При применении вспышки ауры. Это синего скилла. Который срабатывает. Каждые. Каждые полсекунды. С определенной вероятностью. Провоцирует. Появление. Божественного пламени. И наносит. Мощнейший урон. После этого скилла. Вы приобретете. Джаджмент. Джаджмент. Уже 3 миллиона. Уже будет стоить. 3 миллиона хоноров. Вот он. Правосудие. Получается такая делюга. Из-за этого просто. Из-за того что у арба есть килл. Он просто. Колоссальная фарм машина. Просто. Вот если вот такой связочке скилловый арба делать. То это просто колоссальная фарм машина. Если вы конечно еще. Достанете. Красную карту. Это вообще просто. Сразу бы. Так. Сделал бы. 4 арбов со старта. И просто мне приносили колоссальные цифры. Просто. У вас мало здоровья. Сука, затыкал просто. Так, немного отвлекли меня. Черт, я сегодня про арбов очень много рассказываю. Вы, это, чтоб я понимал, ну и мотивировался, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии, чтоб я понимал, что вам интересно, и я буду отталкиваться только от этого. Оформлю второй муравейник. Видим второй этаж. Тут падает охренительнейшая просто ажерелка. Она как бы для пвп, но, к сожалению, мне сейчас все просто подходит. Главное, чтоб какой-то буст давала. Мы отталкиваемся от того, что мне дает что-то, ну, главное то, что я могу достать, а не то, что будет, правильно? По хорошему счету, вот такую пожерелку приобрести. Восстановление MP период плюс 6. Но, тут она не падает. И такая сойдет. Вот, видим, мой персонаж выборочно бьет монстров. Можете на паузу нажать и выставить, как у меня, автосканер. Mobile. И он у вас так же будет выборочного. Бить элиток. Авто охота. И сверху такой кружочек. Это бить по сканеру. А в сканере у меня выставлено, что я бью только тех мобов. Вот, к примеру, давайте сменим класс. Возьмем магишечку. Включим ей пламя. Пошалим немножко. Самую малость пошалим. Отключим cooldown. Видим, когда мобы на меня агрятся, она их тоже берет в таргет. Вот, перестает бить только элиток, а бьет всех мобов, которые на нее нападают. Она каждые 5 секунд сканирует и берет таргет тех, кто ее бьет. Можете на паузу поставить и выставить, как у меня, автосканер. Это очень круто для мага. Потому что элитки, они как раз расположены вот так в кучках, получается, в кучках мобов. Когда такой автоскан стоит, это самый лучший профит. Просто вы максимально реализуете автоохоту. Ну как у меня нет батл хила, то есть я не могу восстанавливать МП. То есть могу, но я не смогу восстанавливать ХП. И я буду просто сжирать колоссальное количество банок, это не профитно. Давайте обратно поставим нашего арба. Нас интересуют только элитные монстры, потому что... Только с элиток падает ожерелка. Сколько мне нужно времени, чтобы я выбил эту ожерелку? Очень интересно. И вот он бьет себе элитных. На других он не обращает внимания. Так, сейчас еще одну фичу покажу. Вы ищете монстра, да? Там вам надо убить какого-то, к примеру, ну такую улитку. Что это у нас? Пещерный муравей, сборщик припасов. Чтобы вот так не клацать, вот, там и не искать вот этого муравья. Мы заходим в скан, вот тут выставляем галочку еще, если нам нужно найти монстров. По монстров для задания, но монстры для задания не подсвечиваются. Ну там, к примеру, мы ищем какого-то моба, нам надо с него там выбить что-то вот там. С него падает то подденовская красная книга какая-то, короче. Нам надо искать. Мы берем, зажимаем мышкой. У нас появляется такой кружочек. Мы можем кинуть вот сюда. И оно просканирует нам там и покажет. Пещерный рабочий муравей. Нет, не оно. Так, давай отсюда кинем. Вот, видим, пещерный муравей, сборщик. Так, все, супер, вот, видим, он тут. Троечка, единичка, двоечка. Очень круто. Если мы нажмем, зажмем сканер, он будет обновляться автоматически. Каждые 5 секунд. Также, давайте отожмем обычных монстров. Включаем опять мага. Вы, к примеру, бьете вот обычных монстров. У нас стоит на элитках. Мы видим, маг, ну, не вывозит вообще. Ну, вам не нравится, что он тратит много банок хп. Это не профитно. Это никак не идет в адену. Мы просто зажимаем на автоохоте. Пропадает вот этот кружочек. И маг начинает бить всех, кто вокруг него. Он забивает большой болт на элиток. Очень крутая автобоевка. Игра очень классная тем, что она есть на телефонах. И в нее можно играть на компьютерах. Более или менее современная графика. Так, я в конце видео буду вам задание давать. Если я там давал докачаться до 40-го, открыть аукцион. Теперь у вас задача вступить в нормальный клан. И начать фармить Дионовских и Глудиновских Зарычей. На Зарыча можно прилететь при помощи телепорта. Или есть такие Зарычи, которые вот появляются вот тут. Вот, видим, тут появлялся Зарыч. Может появиться Зарыч, может. И тут рядом с ним телепорт. Мы можем сэкономить этот свиток. Этот свиток можно купить вот за Дену. Или у кланового торговца. Также Зарычи. Вот. Вот тут два Зарыча, на которые не нужно телепорт тратить. Когда они появляются, вы просто на ТП прыгаете. Вот тут тоже так же. Угодья Флоран. Также два Зарыча, которые можно просто на ТП прыгнуть. Или в саму деревню Флоран. Бывает в равнинах славы тут. Если мы нажмем. Тут рядом с ТП сразу Зарыч иногда бывает. Вот тут я тоже знаю Зарыч. Не нужно тратить. Короче, вам задание. Вступить в нормальный клан. Но вас не будет сливать. Который будет под сейвом. Потому что. Фарм Зарыча. Это как бы. Я буду зачитывать нормальные комментарии. Типа. Комментарии там. Эй, лох. Типа, ты че мелешь там. Ну. Я могу иногда просто перепутать. Там Эденовские скиллы. Что-то могу перепутать. Если мне там напишут. Типа, ущерб. Типа, ты что-то там. Такого типа плана. Я просто буду этим людям. Помогу. Чтоб они больше не смотрели мои видео. Я просто их заблокирую. То, что я когда читаю их комментарии. Им больно смотреть мои видео. И я их просто буду блокировать. А вот. Типа. Зарычи лутать. Очень полезно. Там блеску можно достать. Знаки поручений. Сыпятся. Куски рецептов. Синие. Очень. Хорошо. Сыпятся. И так можно нафармить куски рецептов. И скрафтить. Сами рецепты. Но конечно. Единственный минус Зарычи. Это масухи. Которые. Тупо могут отправить. В город. Отдыхать. Если вы не в том клане. Если вы новенький. Прилетаете на Зарычи. Вас убивают. То, что думают. Вы чей-то там вражеский твин. Но. Вы можете просто. От какого-то топа. Туда иногда залетают топы. Просто. Топ. Будет. Бить масухой моба. Из-за того. Из-за того, что вы без буста. Он вас шотнет. Там на 5. На 6 косарей. Короче. Ну естественно. У вас столько нет хп даже. То естественно. Он вас шотнет. БВ сейчас дешевая. Даже если покупать. Там в районе 150 алмазов. Вот. БВ перчи. Вам нужны будут. И шлем БВ. Остальное. Авадон. Там надо сотреть. ЛСики ловить. Там на МП. Возможно на хп реген. Там период. Ну. В зависимости от вашего буста. Вашего направления. На БВ нужны вот такие вот камушки. Вот. Создать. Они нужны для создания. Красных вещей. И синих. Некоторых вещей. Вот видим. Вот. Перчатки из синего волка. Нам нужно 2 камушка. 2 камушка. Это 50. 50 алмазов. Ресурсов надо нафармить. Ну. Ресурсы это такое. В процессе нафармиться. Камень. Мудрости. Падает в зарыче. Рецепты. Кусочки. Вот. Куски на рецепты. Димшанс. Скрафтить 20% рецепт. Эти кусочки падают в зарыче. Очень хорошо. Как оружие. Так и брони. Так и вот. И на украшения. Ну без зарычей никуда просто. Зарычей нужно фармить. Ставь лайки. Подписывайся на канал. Лайки обязательно. То что я должен видеть. Тебе это нравится или нет. Я от этого буду отталкиваться. До новых встреч. С вами был Роза. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.